Итак, комментирую заново. Значит, комментарии, насколько я понимаю, закончились. То есть я ждал хотя бы 15 комментариев. 15 комментариев не нашлось. Ну, хотя бы остановимся на 8 комментариев. Свой вариант я сбросил. Он выделен жирным шифтом. Дальше. По очереди, значит, смотрю комментарии. Евгения Бессонова. Не продолжайте. Прекратите. Да, согласен. Я принял ваш вариант. То есть как бы тоже ушел от слова. Не продолжайте. От фразы не продолжайте. Анна Куликова. Если заказчик не согласен с венесенными изменениями, значит, вы заменили на заказчик. Согласен. Да, это корректное изменение. Дальше. Он должен прекратить пользоваться услугами. Немедленно уведомить право от теста и прекращение действия. Настоящее соглашение описано ниже способом. Ну, в целом, как бы я принял ваш вариант. Там просто немножко своя формулировка, но направление мысли верное. Дальше. Ольга Рожкова. В порядке указанном ниже. В принципе, я как бы тоже согласен с вами. Вот у меня определенным далее по тексту. У вас порядки указаны ниже. Да, можно как бы, я думаю, ваш вариант прям целиком принимать. То есть порядки указаны ниже. Я прям сейчас поправлю. Так, дальше. Ольга, Голубко или Голубка. В общем, извините, если неправильно опять ударение делает. У меня болезнь такая. В случае непринятия изменений. Звучит плохо. Вот эти все случаи присутствия, отсутствия и так далее. Вот это все плохо. Лучше заменить на «Если». Дальше делаем глагол. Ну, там, допустим, в случае, если... Ой, партон. Если заказчик не принимает изменения, то он обязан там то-то-то-то-то. Или он должен то-то-то-то-то. То есть вот эти все случаи это лучше на «Если» менять. Оно читается чище, понятнее и так далее. Дальше. Надежда Щербакова. Это предложение в тексте перевода выделяет жирным шрифтом. Как рекомендует Styleguide? Если честно, не помню, в чем заключается рекомендация. С чем связано выделение жирным шрифтом? Из-за того, что капсы тут. Я бы вот этот момент, наверное, обсуждал все-таки заказчикам. Потому что я в российских вертик договоров видел капсы. То есть, в принципе, они используются. Хотя, конечно, страшно режут глаз. И это все-таки может быть личным предпочтением заказчика. Но по умолчанию, да, возможно, это вариант использовать жирный шрифт. Дальше. Broad Aspect, мужской урод, не среди. Ну, как видите, я вообще Broad Aspect заменил на латиницу. Мне показалось, что так будет наиболее оптимальный вариант. Мы тогда не заморачиваемся ни с родовым словом, ни с формой собственности. И, в принципе, мы Broad Aspect уже используем как термин, который мы определили выше. То есть, допустим, когда пишем там компания с ограниченной ответственностью, Broad Aspect, далее Broad Aspect. И все, дальше пошли везде Broad Aspect писать. Что касается рода, давайте найдем жертву, которая подготовит нам небольшой доклад о том, как определять будем род по именам собственным, сейчас с названием компании, которое написано на латинице. Есть желающие поковырять этот момент? Анна. Ну, хорошо. Тогда с вас доклад. Комментарий я написал. То есть, сейчас помечу, что этот доклад будет за вами. Я понимаю, что если это компания, а если, допустим, предприятие, а если это там, что еще, что еще может быть? Ну да, если это предприятие. Опять же, допустим, Broad Aspect, вот я читал текст, например, смотрите, если после Broad Aspect опубликовала, опубликовало или опубликовал, как лучше? Как звучит лучше? Непонятно. То есть, нужно понимать все-таки, как мы будем определять род имени собственного. В нашем конкретном предложении здесь без разницы. А вот в предыдущем, допустим, это имело бы значение. Так, поэтому, точнее, правило рода. Ой. Ну ладно, сейчас за мной напишу. Так. Так. Делора. Ну вот опять же, в случае несогласия сразу нет, потому что это тяжело. Дальше. Несогласие кого? Заказчика, заинтересованных лиц или еще кого-то. То есть, ну мало ли, лучше вот у нас указано в оригинале, я бы все-таки не выкидывал такой важный момент. Дальше. Расторжение. Ну, это же Арафакафия. Вот. Так. Светлана Белова. Убрать ООО. Ну, согласен, но если мы вообще пишем Broad Aspect, то есть там, в принципе, никаких организационных правовых форм не всплывают. Так. Так. Все. По этому предложению еще комментарии будут. Если не будут, поехали дальше. Так, ладно, все. Я отключаюсь на некоторое время и начинаю ковырять следующее положение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 То есть, тут без вариантов. Если это как бы целый пункт настоящего соглашения, то понятно, что речь идет о соглашении. Дальше. Смотрим комментарии. Анна. Предварительные условия договора. Да, да, да. Может быть, я с вами соглашусь. Так, предварительные условия. Согласен. А, Анна Вакенди. Дальше. Ну, у вас тут прям битва мнений. Скорее все-таки срок, так как там дальше по тексту. New of agreement terms. Мультитран дает срок продления. Сейчас посмотрим, что там дальше по тексту. Так. New of agreement terms. New of agreement terms. Так, agreement. Упендер. А, там, что. Приньдит. Так. Нет, все равно я считаю, что это условия. Здесь terms. Здесь terms. Здесь terms. Везде это все в одном ключе. Это условия. Так, дальше. Я за условия. Так, так как там дальше несколько пунктов про terms. В первом предложении просто указывается, на какой период будет действие предварительного условия. Ну да, согласен. Срок действия первоначального соглашения. Нет, не соглашусь. Здесь как бы первоначальное соглашение. Что такое первоначальное соглашение? Так, смотри, чат. Так, значит. Так, Анна Захаренкова, пардон. Опровергать, подтверждать к следующему занятию или в режиме онлайн сейчас нет? Нет, не сейчас. К следующему занятию. Дальше. Слан Бело. Мне кажется, предварительно не совсем то. Это как бы условия, которые отправляют на согласование перед заключением договора. Да, резонно, соглашусь. Начальные. Начальные условия. То есть, три раза получается меняли. Было первоначальным, потом предварительный. В итоге ушли на начальные. Начальные условия считаю хороший вариант. Так. Так, по этому варианту все. Едем дальше? Все, едем дальше. Молчание знак согласия. Я опять отключаюсь. Опять буду сейчас думать над своим вариантом. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Так, коллеги, я закончил редактирование. Комментарии еще будут? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Так... Ну, здесь... В колонку я решил не выделять... Мне показалось, что здесь не так много перечислений, чтобы... Прям целую... Ну и в принципе-то это не так важно... Так... Кроме того, сейчас посмотрим... Пишется ли формат сюда... Список этот... Так... Посмотрим... Вот сюда... Ну, не знаю... Мне кажется, этот список не очень вписывается... Ну, ладно... Так... 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 Анна... То есть, вы в принципе предложили колокейш, но здесь мы с вами согласились... Так... По всему остальному, если договори об услугах не предусмотрены... А, ну вот вы тоже я в вашем направлении думал, если предусмотрены особые условия. То есть я в принципе написал, если прямо не оговорено иное. В остальном я буду считать, что я учел ваши пожелания. Так, дальше. 12, затем 12 прописью, необходимо уточнение числа прописью. Да, согласен. Плюс, как бы, важный момент. В английском юридическом языке обычно прописью пишется число без скобок, а в скобках пишется уже числом. В русском наоборот. 12, ну или там число, число именно пишется без скобок, а число прописью пишется в скобках. То есть наоборот. Дальше. Ольга. Я так, кстати, не понял, Голубка или Голубко. Так. Надежда Щербакова. Стайл гайд. Рекомендует не уточнять число подписью прописью. Стайл гайд, да, согласен, он может не уточнять, потому что раньше, типа, там, почерк был неразборчивый, сейчас разборчивый, здесь все печатается, поэтому прописи не надо. Ну, естественно, надо советоваться с клиентом. Возможно, клиент одобрит. То есть, ну, я пока так ни разу не делал, поэтому пока не рискую. Если ваш клиент это одобрит, пожалуйста, давайте это по возможности вводить это правило. Мне кажется, оно разумным, логичным. Так, дальше. Сначала назвать срок действия. Потом оговаривать. Исключение, пометь, местами. Как за исключением. Ольга, вы бы сразу писали вариант. Прям тяжело так в голове прокручивать такие логарифмы. Вот пока мы разбираем, напишите, пожалуйста, именно, как вы себе видите этот перевод. Прочитаем его слух. Если хорошо будет читаться, но почему бы нет. Тоже хорошее будет. Может быть, будет хорошее решение. Так. Светлана Белова. Не лучше ли будет один год лет 12 месяцев? Не уверен. То есть, я не вижу здесь смысла я делаю такую замену, если честно. Если бы речь шла о, допустим, там, нескольких месяцах, например, там, 72 месяца, да, мы легко заменим на 6 лет. Это можно. А когда 12 месяцев, а если будет 13 месяцев, вы как будете писать? Или там, 18 месяцев. 18, ладно, полтора года. Ну, а 13 месяцев? Год с дробью, что ли? Не вариант. Так. Тут название услуг надо поменять. Так, ага, вот. Ольга. Вот все. Первоначальный срок действия. Договора составляет 12 месяцев на все услуги для сочинения случив, когда в рамках договоров обслуживаются определенные особые кроки. Так. Первоначальный. Мы вроде решили начальный писать. То есть, начальный срок действия. Договора. Договор откуда взялся? Мы же соглашение пишем. Так. Составляет 12 месяцев на все услуги. Здесь с учением случая, когда в рамках договоров об услугах определенные особые сроки. А чем вариант, если прямо не оговорено иное, но или в таком духе не напишем? То есть, чем этот вариант не понравился? Мне кажется, полстрочки это лучше, чем три строчки. Так. Пятый вариант. Твой пятый комментарий куда-то пропал. Кто убрал? Ну, ладно. Так. Евгения Бессонова. Есть ли иное, иные условия не предусмотрены? Предусмотрено. Здесь, смотрите, забыли важный момент. Специфик. То есть, напрямую. Специально, как бы, конкретно там, ну, какие-то вот такие варианты. То есть, специфик. Забыли. А так, ну, в одном ключе мы с вами думаем. Так. Все, комментарии кончились? Так. Ну, ладно. Едем дальше. Последнее предложение. Пока отключаюсь, буду думать. Так. Продолжение следует... 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 Сейчас напишу свой вариант и будем разбирать. Я напишу свой вариант, расскажу про него и будем разбирать. Значит, заказчик. Я решил, опять же, перекроить все предложение. Добавить определительное предаточное. Потому что я, в принципе, не люблю эти причастия или причастные обороты, так как они утяжеляют формулировку. С определительной предаточной формулировкой как правило звучит чуть подлиннее, но легче воспринимается. Итак, заказчик принимает все условия, на которых Broad Aspect оказывает услуги с момента получения условий по факту электронной электроиз почте. Так, секунду, что мне не нравится. Так, заказчик, принимает в силу условия, на котором Broad Aspect оказывает услуги с момента получения этих условий. С момента получения этих условий по факту электронной электроиз почте. Не очень нравится вариант, но ладно. Критикуйте, если что. Так, здесь я что еще объединил? Электронной и экспресс почте. Я посчитал, что так будет ну, немножко компактнее. Факс, поэтому поставил начало, чтобы оно не мешало мне сделать, но объединить все под одним словом. Так, значит, Анна, по получению чего? Видимо, своей копией соглашения, представления. Вот у меня тоже этот вопрос возник, то есть, как можно получить условия? По идее, с момента ознакомления условий, но здесь, как бы, допустим, а если он получил их, хотя здесь не указано, например, если вот он получил эти условия, прочитав их на сайте, интересно, это считается получением условий или нет? Вроде как, по условиям договора не считается. Куриром я не стал писать, потому что не... Ну, допустим, если у Почты России есть некая экспресс-услуга, я бы не назвал ее экспресс-почтой, но все же, как бы, это и необычное почтовое правило, это все-таки экспресс-почта. Поэтому я вот оставил такую беззубую формулировку, да, с момента получения этих условий. Потому что, я не знаю, в документальной форме они получаются, или в электронной, или еще в какой-то. Может, с момента получения документа с этими условиями. Надо советовать заказчикам. Я, как переводчик, на себя такую ответственность не возьму. Надо конкретизировать, в каком виде будут получены эти условия. Так. С момента получения. Так, Светлана Белова, с момента получения. Да, я это отразил, учел. Так, дальше. Ольга Клубко. По-моему, речь идет... Секунду. Ольга Голубко. Так. С момента... Так, речь идет о моменте заключения договора. То есть, договор считается заключенным с момента заключения заказчика. Возможно. Но... Здесь, как бы, для того, чтобы договор считался заключенным, возможно, требуется... Ну, чтобы, например, заказчик подписал. Да. То есть, соглашение... Сейчас, секундочку, подумаю. Так, соглашение считается заключенным. Минута получения заказчика. Ну, смотрите, в оригинале говорится о том, что заказчик соглашается с всеми условиями. Если договор считается заключенным, то тогда в отношении поставщика этих услуг тоже возникает обязательство. А об этом у нас в тексте ничего не написано. У нас говорится только о том, что заказчик соглашается с этими услугами. Кстати, опять же, непонятно, а что он получает-то? То есть, вот, Receipt. Что он именно получает? Услуги или условия? Может, он... Может, с момента начала получения этих услуг получать по факсу? Нет, не может, наверное. Там совсем такие специфические услуги. Так, значит, получение... Значит, речь все-таки об получении условий. А в какой форме он может получить? Кроме как бумага или электронный документ. Например, голосом могут озвучить эти условия? В общем, очень спорный момент. Здесь, как бы, будет... На мой... В моем варианте было бы очень много вопросов к заказчику. Так. Так, ладно. Ну, вот я говорю. Договор считается заключенным. Здесь я не вижу речи о том, что договор считается заключенным. Здесь я вижу отток о том, что заказчик принимает на себя обязательства, там, принимает условия и все. О том, что их принимает на себя поставщик, об этом я не вижу. А это, как бы, как раз одно из условий заключения договора. Может быть, они взаимосвязаны. Это надо советовать с юристами или же с клиентом. Как переводчик я не могу на себя взять ответственности, навязать еще вот этим пунктом какие-то обязательства на поставщика услуг. Так. Почтовыми службами. Почтовые службы разные могут быть. Они могут сделать простые отправления. А у нас конкретно экспресс. Дальше. С момента получения по электронной почте, факсу или почте с экспресс-доставкой условий, на которых Broad Aspect будет оказаться услуги. А, ну, понятно. Так. Анна Куликова. Заказчик соглашается с всеми условиями оказания услуг, предоставляемых компанией Broad Aspect с момента их получения по факсу, email или почте. Так, еще раз. Заказчик соглашается с всеми условиями оказания услуг. С момента их получения получения кого услуг? Я тоже думал над их, но их туда не лезет грамматически. Так. И не я. Заказчик принимает все условия. Ну, я так и написал, да. Учел, получается, ваше требование, пожелание. Дора, с момента подтверждения получения. А где вы подтверждение увидели? Пришел, допустим, по факсу. Я не расписался о том, что я его получил. Но, тем не менее, как бы, будет считаться, что мне они доставлены. Про подтверждение ничего не написано. Ресипт получения, а подтверждения получения нету. То есть, моей подписи там нету. Ну, очень с большой натяжкой. Я бы не стал рисковать так. Потому что получить и подтвердить, что получил, это вещи разные. А то мы такими, с такой логикой можем еще и дойти до того, что если я отправил, значит он получил. А это совсем не одно и то же. Делора, нет, не соглашусь с вами, не убедили вы меня. То есть, если мне их подкинули под дверь, я уже получил. А то, что я их подтвердил, это уже как бы дело десятое. Ой, то, что я их подтвердил, это уже дело десятое. Здесь об этом не говорится. Делора, ну это по логике да. Ну, допустим, отправили по электронке мне это письмо. Оно у меня упало в спам. И я уже, получается, несу обязательства. То, что оно упало в спам, это моя личная головная боль. И вот договор как раз на эту тему и говорит. Но я же не, получается, не подтвердил. То есть, что у меня не наступают обязательства? Нет, они наступают. Нет, они наступают. Ну, мы говорим про этические нормы или там про бизнес-нормы. Я говорю про то, что если дойдет это дело до суда и будет, допустим, вот такое, ну по этому поводу они будут судиться. То есть, ответчик может сказать, я не получал, точнее, я не подтверждал, потому что я не видел документы. А вот кнут носом вот в этот пункт, извини, получал. То, что не подтвердил, твоя личная головная боль. И все, и он проиграет в суд. Ну, я не уверен, что, допустим, он проиграет. Я все-таки не юрист, в судах не выступал. Но по логике у него шансов вот здесь намного меньше будет. Вот если бы было бы acknowledge-рецепт, все, вопросов бы не было. А здесь просто рецепт. Делор, ваше право, конечно. Просто я вот в данном случае придерживаюсь в более строгих правилах. Так, заключение соглашения в данном случае подтверждается конкуридентными действиями. услуги заключил. Тоже денег нет. Ну, вот я про то же говорю. А, ну то, что понятно, что типа это автоматически заключение договора. Тоже, я бы не рискнул. Что да, я начал пользоваться услугами. Если, допустим, я каким-то образом обошел подписание договора, но начал пользоваться услугами, ну, это не значит, что передо мной что-то вот провайдер должен будет, или там чем-то обязан будет. А, вот про что. Я бы про то, что здесь получив эти условия, как бы я автоматически подписываю договор. Вот здесь я тоже не согласен. Я думал, вы про эти вещи. Так, ну, вроде закончили. В принципе, сегодня дискуссия тоже получилась интересная. Я заканчиваю запись, и дальше будем определяться с участниками микропроекта нашего. микропроекта